Всем привет! Сегодня хочу сделать небольшой обзор на соковыжималку. Зрители моего канала просили сделать это еще летом, но знаете, времени не было абсолютно. И тем более я ее приобрела только в прошлом году, но знаете, перекрутить три помидора и что-то сказать это ни о чем. И она у меня проработала полный летний осенний сезон, и теперь уже можно что-то о ней рассказать, как она в работе. Так, сразу скажу, что я ее лично не покупала. Я очень долго выбираю соковыжималку, уже, наверное, года два. Ну, конечно, я смотрю из дорогих фирм, и это, конечно, электрическое, но все я никак не куплю. Но так как урожай перерабатываю, консервации делаю, готовлю только я в семье. И мне знакомая купила эту машинку, приобретала, насколько я поняла, она ее в Тамбове, и стоила она 1230 рублей. Это соковыжималка ручная, корпус у нее алюминиевый, шнековая. И это изготавливает Полтавский завод, то есть это Украина. Можно здесь точное название ее прочитать. Итак, когда мне ее принесли, привезли, и я ее принесла домой, все сказали, что это. Потому что она очень похожа на нашу, знаете, помните, советскую мясорубку. Ну, конечно, здесь начинка другая. Давайте я вам покажу ее поближе. Машинка состоит из корпуса. Это алюминий. Есть еще чугун, но на момент покупки чугуна не было. Дальше здесь находится прижимной винт. Здесь крепится резиновый башмачок. Это чтобы не царапать стол. Я думаю, принцип ее фиксации всем понятен. Это наша советская мясорубка. Сюда же крепится ручка с рукояткой и фиксируется винтиком. Затем идет сам шнековый механизм. Сюда же входит механизм, который регулирует интенсивность выхода сока. Он находится здесь. Он разбирается, если что, можно вымыть. Потом это приемник пластиковый. И кожух тоже он пластиковый. Это защищает от брызгов сока. Резиновые башмачки еще. Инструкция. Она идет на двух языках. Ну и разобрать и собрать машинку сможет даже ребенок. Все это очень быстро. И уже так. Так машинка выглядит в собранном виде. Все, осталось ее только зафиксировать на столе и все. И сам принцип работы этой соковыжималки очень и очень простой. Томаты можно нарезать крупно. Складываю, если можно так сказать, в приемник. Ручка механическая. И начинаю крутить. Слегка придавливая томат. Но нужно быть аккуратным, чтобы пальцы не попали в машинку. Потому что здесь ограничителя нет. И сама шкурка и семечки выходят. Я думаю, здесь хорошо видно. И когда уже тарелка наполнится томатным соком, и чтобы сок не стекал на стол, просто этот защитный кожух приподнимаете вверх и все. И чтобы, допустим, вот эту сетку почистить, не нужно разбирать всю конструкцию. Достаточно открутить винт и снять насадку. Промыть и обратно поставить. И продолжайте крутить томаты. После переработки, по окончанию приготовления всего сока, всю конструкцию разбираю, мою и ставлю сушиться. При выжимании томатного сока нет брызг. Рабочая поверхность всегда чистая. Да и сок получается, в принципе, чистый. Он без шкурок. Мякоть протерта до состояния пюре. Очень хорошо получается. И, кстати, семена не повреждаются в этом же мухе. Его только нужно промыть в воде. Семена просушить. И посадочный материал у вас готов. Так, давайте теперь посмотрим ее поближе. Какие у нее минусы. Самый первый большой минус это то, что она механического типа. Если была бы электрическая, цены ей не было бы. Потому что сок действительно получается отличный. По крайней мере, только томатный. Я пробовала. В этом сезоне буду пробовать ягоды и фрукты. Следующий момент. При первом использовании здесь имеется механизм, где выходит емкость, откуда не емкость, а как отверстие, откуда выходит сам жемых. Вот его здесь можно регулировать. То есть, можно жемых сделать более мокрый. А можно сделать, чтобы он выходил еще с суши. К сожалению, я не сняла, не сфотографировала, с какого примерно, со скольки килограммов сока выходит, сколько по количеству жемыха. Вот это такая оплошность. Но жемыха действительно входит очень мало. Самого сока достаточно много. И он с мякотью отличного качества, замечательно. Для этой машинки, на удивление, получается очень здорово. Так, и когда вы уже нарезаете томаты и складываете его вот в этот приемник, здесь нужно быть аккуратным. То есть, нужно томаты резать большими кусками. Если томат мелкий, можно его и целым сюда складывать, потому что емкость здесь очень большая. И вероятность повреждения пальцев. Надо быть аккуратным. Здесь в комплект не входит, знаете, как такая вот втулка есть на электрических мясорубках, помощник, которым вы проталкиваете продукты. Здесь такого нет, поэтому нужно предельно быть аккуратными с пальцами. Поэтому я советую томаты резать очень крупно. Они здесь помещаются все отлично. Все, к столу она крепится довольно-таки устойчиво. Ее не сдвинуть ни с чем. Просто хорошо закрепляете, устанавливаете и все. Стол не повреждается вот за счет вот этих вот резиновых всех прокладок. Ну и после, наверное, около 10 килограмм переработав томаты, я промываю эту сеточку. Она забивается, к сожалению. Вот. Вот. И еще, если у вас томаты, знаете, есть томаты с крупными семенами, а есть томаты помельче семена. Так вот, сетка здесь, она, конечно, мелкая. Но если семена еще мельче, чем эта сеточка, то они проходят через нее. Ну, это как бы логично. Вот, на примере я хочу показать. Это томатный сок. Вот он. Я вот не знаю, не будет видно на камеру или нет. Но вот, видите, маленькие такие семена томатов. Вот прямо они крошечные. Здесь попадается, здесь. То есть крупные семена, они задерживаются. А вот вся мелкотня, она иногда проскакивает. Но это незначительное, незначительное вообще количество. Такой вот густющий томат получается. Это томат из черных томатов. Это сок из красных томатов. Тоже вот где-где вот попадаются семена вот эти мелкие. Но их очень мало. И сок получается действительно чистый. Мне понравился. И самое главное, что вот он получается с мякотью. Интересно, какой сок будет, допустим, из фруктов и ягод. Также я томатный сок делаю, пропускаю через эту мясорубку. И вообще через сито, когда у меня ее не было. Даже когда делаю лечо. Вот видите, у меня здесь сок желтых томатов, бикалорных томатов. И он тоже без косточек. То есть это перец в томатной заливке. Вот так он красиво смотрится. Не люблю, когда косточки томатные попадаются даже в лечо. Здесь у меня аджика зеленая. Это зеленоплодные томаты. Здесь сильно не рассмотришь. Но здесь костей тоже нету томатных косточек. Это включение, это чеснок и хрен. Вот так получается. Даже в аджике не люблю, когда косточки. И здесь тоже он абсолютно чистый, без косточек. Белый это включение чеснока. Это аджика из красных сортов. Так, еще что из минусов хочу сказать. Что инструкция. Инструкция, как я уже говорила, на двух языках. И вообще сборка, да, сам, как это сказать, план сборки, он очень-очень мелко нарисован. То есть здесь нужно одевать хорошие очки. Но знаете, она мне вообще даже и не понадобилась, эта инструкция. Почему? Потому что, ну, самая простейшая сборка и разборка этой машинки. Здесь вообще даже и думать не надо. Все это логично собирается и так же разбирается. И самое главное, что очень быстро и хорошо моется. То есть нету таких, вот знаете, маленьких финтиплюшек, которые нужно вымыть под строй воды или еще что-то. Главное, вот сетку, большой напор воды и все, она быстро вообще моментом промывается. Вот такая чудо-машинки. А, еще я говорила, что есть корпус чугунный и вот алюминиевый, он такой облегченный. Вот кто мне купил эту машинку, у этого человека, эта машинка уже лет 15, и она чугунная. А вот у меня алюминиевая. И вот я думаю, что, наверное, все-таки алюминиевая даже лучше, чем чугун. Потому что вот она легкая. И с ней даже может справиться, да, там ребенок, если его там что-то попросить помочь сделать или промыть. И вот она по весу, конечно, легче, чем чугун. Но, знаете, она даже не очень-то легкая. Она около, наверное, 2 килограмм весит. Это точно. А представьте, если это будет чугун, она вообще будет тяжелая. Ну, все, в принципе, я все о ней рассказала. И в заключение хочу сказать одно, что от этой машинки не стоит ожидать что-то там сверхъестественного, невероятного. Это обычная шнековая ручная соковыжималка, которая стоит чуть больше 1000 рублей. То есть здесь уже вы решаете, нужна вам такая или нет. Вот для, по крайней мере, опробованного мной на томатах, на изготовлении томатного сока, она вообще идеальна. Вот я в этом сезоне вам покажу, как она работает уже на фруктов и ягодах. Посмотрим, что она будет делать. Все, я думаю, вам было интересно. Особенно, кто спрашивал о этой соковыжималке. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok